Вообще нет тротуаров, не было и нету. Уже сколько лет мы мучаемся с вот этим вот хождением, по мукам называется. Ни вдоль там, ни вдоль тут, ни тут нету, нигде нету тротуаров. Детям, школьникам ходить, здесь вторая Лебединовская школа, ходить абсолютно невозможно. Мы очень просим, чтобы нам сделали все-таки тротуары. Вся проблема в отсутствии тротуаров. Расположены ремонтные мастерские и магазин строительных материалов, что на углу проспекта Победы и улицы Калинина загораживают пешеходный проход, который ведет во вторую Лебединовскую школу. Кстати, местные в беспокойстве за своих детей вынуждены провожать их до ворот учебного заведения. По тротуару вечно машины стоят, видите, постоянно ставят машины. Я даже вот ездила когда на велосипеде, он даже дорогу мне переехал, чтобы я проехать даже не смогла. Да, уже знаете давно, это сельсовет построил, а тут школьники ходят, и все люди ходят, а тротуара нет. И уже говорили, и в сельсовете говорили, бесполезно. Тротуар хоть и с советских времен, но имеется, как говорится, убитый, но и по нему ходить намного безопаснее. Но даже этот тротуар сегодня остается недоступным для прохожих. По словам Михаила Михайлова, который работает неподалеку, пешеходам приходится обходить это место по автомобильной дороге, где очень интенсивное движение. Кстати, машины спокойно ездят по пешеходной дороге и еще сигналят прохожим, чтобы они отошли в сторону. Практически здесь тротуар не сделаешь. Они вот взяли, вот загородили. Неплановые застройки идут. Кто-то вот территорию быстротока, она же свободная была. Вот раз, сетку поставил, загородил. Он и сам оказался нарушителем, но после замечания освободил тротуар, чтобы прохожим было удобно. А вот другим наша съемка пришлась совсем не по душе. Это таксисты просто. Нет, они к нам не относятся. Ну, конечно, говорим, чтобы освобождать, чтобы люди ходили. А так мы ничего не можем сделать. Лебединовский аильный округ оказался в курсе всех проблем и неудобств, но, по словам специалистов, жители Лебединовки к ним не обращались с письмом. Мы все же, что жители Лебединовки, к ним не обращались с письмом. Но все же после долгих переговоров он ответил и даже громко пообещал, что к концу этого года местные получат тротуар с бордюрами. Этот переулок проблемный, мы знаем. Обещаем, что к концу этого года мы установим бордюры, проложим тротуары. В планах все есть, деньги выделены. Жители просят ответственные органы, не замедляя принять соответствующие меры по улучшению условий передвижения для всех людей и надеются, что в обещанные сроки и даже раньше главе округа удастся разрешить проблему безопасности на дорогах. Елизабет Балбакова, Халас Сакибаев, НИУ-ТВ